И да, на самом деле один урок, вот чисто написать, сделать, это занимает более восьми часов времени. Вот когда вы его наконец-то выучили, вам это что-то дало в жизнь? Ну, я не могу сказать, что я выучил английский. У нас в команде у кого IQ около двухсот. Всем привет, с вами Глеб Соломин, и это подкаст Соломина, и сегодня будет очень интересный и познавательный выпуск. Сегодня мы записываем выпуск с Александром. Здравствуйте. Да, привет-привет. Привет. И, как вы можете помнить, уже был один выпуск с Александром, и вы к нему можете обязательно вернуться. Но тем, которые мы можем еще обсудить, огромное количество, и я очень рад, что вы пришли, я безумно благодарен. И я думаю, что все трудолюбцы, которые нас смотрят, это тоже оценят. И, Александр, как у вас сейчас дела? Как настроение? Что нового? Ну, на самом деле, да, спасибо огромное, очень рад здесь быть. Да, друзья, еще раз привет-привет. Ну, на самом деле, сложные времена, на самом деле, для всех наступили. И, в принципе, у каждого человека, мне кажется, есть свои проблемы и в разных сферах. И мне кажется, то, что вот какие-то рабочие проблемы – это не самые важные проблемы далеко, далеко-далеко. Поэтому, ну, что касается рабочих, там, проблем каких-то, ну, как и все, стараемся как-то решать эти проблемы, искать какие-то новые пути, новые выходы. И чтобы контент был доступен для всех, чтобы люди также прогрессировали еще больше и получали еще больше пользы. То есть, английский вы будете продолжать преподавать на платформе YouTube? Ну, на самом деле, если не будет каких-то незапланированных сценариев, даже как бы в случае блокировки YouTube, насколько я знаю, в принципе, VPN сейчас не запрещен. Все равно, я думаю, можно будет рассмотреть какие-то способы выкладки. И, конечно, ну, опять же, это не только английский язык и ближайшие перспективы и другие языки. Ну, английский пока в приоритете, но и другие языки тоже. А на другие платформы не переходите пока? Нет. Куда-то еще публикуете? Да, мы начали как раз публиковать на других платформах, создали как раз Яндекс.Дзен, Рутюб, ВК-видео, Телеграм-канал. То есть, да, конечно, и цель, чтобы контент не потерялся, чтобы мы также были с вами на связи, можно посмотреть, да, эти платформы. Но на самом деле платформа — это хорошо, но также мы сейчас проектируем свой сайт. Где будет также доступно просмотр всех видео, заданиями. Также будет акцент именно не на грамматику, а на аудирование. Очень мощный акцент. И много-много всего. То есть сейчас очень большая работа ведется. И плюс еще работа над новым приложением. Сейчас очень много работ на самом деле, да. Вот я знаю, когда вы делали английский по плейлистам, то есть первые видео, вы делали и монтаж сам, и сценарий, то есть как-то сами прорабатывали. Ну, не сценарий, а, скажем так, методику. То есть, по сути, все трудозатраты ложились на вас, и вы очень много времени на это тратили. А как это происходит сейчас? То есть есть какая-то команда, или до сих пор как-то это сами все успеваете делать? Ну, на самом деле, да, есть некоторые затраты, потому что кажется, что вот легко одно видео записать. На самом деле, это не так легко, даже если ты все знаешь, все равно это занимает время. В принципе, да, раньше как бы я делал все сам, и сейчас в YouTube я все сам как бы делаю в основном. То есть тут пока вот так вот, потому что я считаю, на данный момент это наилучшая стратегия. То есть я считаю, что еще можно улучшить как раз текущий формат, поэтому были созданы как раз последние плейлисты, которые, кстати, очень-очень, друзья, были эффективны. Вы это оценили, судя как раз по статистике. Это экспресс-курс и титановый, как раз плейлист титановый курс. Я вижу, как это еще можно улучшить, ну, как я это могу сделать, улучшить. И пока есть возможность, конечно, я это буду делать. Для меня как бы это отдушина. То есть для меня это в удовольствие. Вот чисто вот есть какие-то дела там, но для меня это как бы рутина, не хочется вот это как бы терять связь. Ну, конечно, сейчас помогает кто-то, но, опять же, все в основном лежит на мне. То есть в плане YouTube кардинально ничего пока не поменялось. Но в дальнейшем, конечно, планируются и другие преподаватели. В частности, ну и помимо моих видео по другим языкам. Но это чуть позже. Сейчас вот пока вот такой этап. А English Galaxy, над ним большое количество человек работает? У нас есть канал English Galaxy и есть приложение. Про приложение. А, ну да, на самом деле достаточно большое количество человек, потому что есть работа, которая как бы, ну, видна. Это верхушка как бы айсберга. А есть то, что под этим. Вот этого не видно, потому что мы сейчас, соответственно, активно переводим сейчас на другие языки, соответственно, другие страны. То есть и развиваем, и, ну да, большая очень команда. То есть, ну, есть кто постоянно работает, а есть кто еще постоянно в связи, то это и не 5, и не 10 человек, это больше. А какой процент аудитории из России в приложении и на YouTube-платформе примерно? Ну, сейчас, на данный момент у нас курс русскоязычный. То есть для, в основном, чтобы помочь тем, кто знает русский язык. И, конечно, это основная аудитория, то есть именно русскоязычные, как бы, люди. И, как бы, цель это не бросать даже при разных сценариях. Ну, опять же, мы считали, интересен другие, как бы, языки. А что касается стран, то с Россией это где-то, я думаю, около 50 процентов. 47 процентов, где-то вот так вот. 47-50 процентов. А, ну, то есть огромное количество людей не из России затрагивает, но русскоговорящих это интересно очень. Я так понимаю, есть амбиции выйти на рынок не только русскоговорящих, да, и в целом учить английскому всех людей, то есть не только русскоговорящих. Я верно понимаю? Ну, да, то есть, как бы, это, мне кажется, это не просто амбиция, как бы, это реальность, да, то есть, почему нет? То есть здесь, как бы, мы это не бросаем. Цель, как бы, усилить именно методику, точнее, вот способ подачи именно для русскоязычных, как раз делать акцент больше на аудирование, нет и другие моменты. И параллельно с этим, да, соответственно, чтобы этой методикой могли заниматься, соответственно, люди из других стран, там, из Германии, Японии и многие-многие другие страны, Латинской Америки, соответственно, в формате приложения и также YouTube-каналы и прочее. То есть очень, как бы, большие планы, а получится нет, как бы, уже как получится. Ну, это чудесно, потому что эти плейлисты, это все бесплатно, и многие курсы западные для изучения английского языка, они платные, стоят очень дорого, и мне кажется, это будет, ну, очень хорошо для других людей, и спасибо за то, что вы это делаете. И вот вы говорили про аудирование, для многих людей постановка акцента очень проблемная вещь, можете ли вы дать какие-то советы по этой теме, как поставить хорошую английскую речь, как говорить красиво на английском языке? Ну да, отличный вопрос, потому что если посмотреть наши первые плейлисты, там, в основном, был акцент именно на грамматике, и, в принципе, произношению мы не уделяли, как бы, внимания, как бы, ну, так сильно, но начиная с афирового плейлиста, ну, кто знает, кто в этой теме, вы можете посмотреть цвета с афирового плейлиста, дальше также экспресс-курс, мы именно делали акцент на произношение, и это очень важно на самом деле, потому что можно знать грамматику идеально, но если человек будет звучать очень-очень по-русски, это, конечно, отталкивает. Я не могу сказать, что я какой-то грандиозный эксперт в фонетике произношения, нет, я не говорю, как именно носитель языка, то есть у меня, как бы, само есть акцент, но в любом случае тут вопрос, насколько сильно акцент, как бы, и тоже, действительно, чтобы говорить, как они, надо, я считаю, там, родиться в стране или прожить очень большое количество лет. Проблема не в этом. Проблема в том, что есть некоторые лайфхаки, некоторые вещи, которые мы можем, как бы, искоренить, есть явные ошибки, и, соответственно, надо, соответственно, говорить без этого, то есть и как одно из нововведений мы ввели транскрипцию, соответственно, во всех предложениях, то есть есть вот не просто там русский перевод, но есть транскрипция, то есть транскрипцию можно четко посмотреть, как это, соответственно, произносится. Плюс мы также еще добавили озвучку носителя языка. Во-первых, мы это сделали в приложении. Плюс мы сейчас разработали рабочие страницы на Boost. Но это дополнительно по подписке, кто хочет. Также озвучка носителя. То есть в любом случае нужно, я считаю, поработать на самом деле самим, послушать обычную речь, не обязательно носителя, не носителя. А со временем переходить больше на носители языка, разные акценты, разные голоса. И со временем это будет уже впитываться. Я знаю, многие люди смотрят фильмы на английском языке с субтитрами или без. Насколько это хорошо для того, чтобы поставить свою речь, свой акцент или вообще как-то улучшить свою лексику? И отдельный еще вопрос. Стоит смотреть видео с субтитрами или без, с русскими субтитрами или с английскими? То есть такой достаточно большой вопрос. Надеюсь, что сможете ответить. No problem, no problem. Без проблем. На самом деле, мне кажется, надо делать то, что нам нравится. Если комфортно смотреть такой-то фильм, мы смотрим такой-то фильм, такой-то, нам комфортно смотреть с субтитрами, смотрим с субтитрами. Комфортно без субтитров, без субтитров смотрим так. Надо делать то, что нравится, потому что я считаю, что изучение языка — это не мука, это должно приносить удовольствие, такой своеобразный драйв, соответственно. И тогда будет реально как бы эффект. То есть большой будет эффект. И что касается... Ну, вообще, как бы, если вот там протестировать, то этот способ, на мой взгляд, лучше все-таки прийти смотреть с субтитрами как раз на языке. Но мы сейчас говорим не только про изучение английского языка и, может, другие языки, кто изучает, то это лучшее. Но, конечно, кто уже вообще как бы профи, то, в принципе, без субтитров уже становится понятно. Но а так можно и так, и так, это как комфортнее. Главное, чтобы максимально комфортно было. А вот какие фильмы лучше смотреть? Или, возможно, стоит слушать интервью, смотреть интервью? То есть тут можете дать какую-то рекомендацию, где лучше черпать лексику? Да, вот с лексикой здесь интересный момент. Здесь разные есть способы. В принципе, вообще считается, что когда вот мы эту базу заложили, допустим, ну, достаточно по плейлистам, надо идти дальше. Есть, соответственно, подкасты чисто на английском языке. Ну, вот как такие вот мы сейчас говорим, подкасты замечательные. Есть подкасты и на английском языке. Плюс они есть, соответственно, по разным уровням. Там for beginners, там уровень A0, там, соответственно, получается, там A1 и так далее. То есть можно смотреть, слушать, есть фразы, ответ на вопрос. Если мы, допустим, отдельно говорим про детей, английские для детей, это тоже, в принципе, интересная тема. Но, на мой взгляд, есть популярные мультфильмы для детей, и мне кажется, что здесь еще реально работают какие-то сказки. Потому что сказки интересны как раз всем. И есть специальные как бы каналы с очень крашенными сказками, очень крашеные сюжеты и так далее. То есть надо подобрать что-то достаточно простое. Что касается интервью, это интересный формат, безусловно. Но он подходит больше для тех, у кого уже средний уровень и выше, потому что лексика там посложнее. Фильмы это классно 100%, но там тоже специфичная как бы лексика часто бывает. Мне кажется, надо все как бы сочетать и в любом случае стараться переходить только на английский вариант обучения со временем, когда только именно на английском. Просто ввиду ограниченности формата мы пока делали как раз вот только такой, в основном, грамматико-переводную методику. Но вообще как бы вот. И на самом деле, что сейчас известно, то что у нас есть плейлисты, акцент на грамматику. Но у нас сейчас как бы полный курс, мы будем делать именно очень большой акцент на аудировании. Я постараюсь сделать как вот никто. И сделаем отдельную рубрику огромную на сайте и видео на канале и все. То есть проблема, опять же, в чем проблема этих аудирований? То, что везде какие-то фразы. И очень сложно уловить нужные фразы. Моя задача, так же как вот я сделал по грамматике, так же и для аудирования собрать наиболее нужные интервью, подкасты, фильмы, вырезки, фразы, чтобы люди реально учились тем фразам, которые употребляются. Потому что часто как бы, ну, изучают те фразы, которые не нужны. Но в любом случае, да, для развития, мне кажется, надо все смотреть и пробовать не зациклиться на чем-то одном. Это более разносторонний, как бы обогащать свою лексику. Вот вы говорили про подкасты и что их полезно слушать на английском. Вот интересно, какие есть такие подкасты, которые прямо сейчас можно включать и слушать. Вот я знаю про BBC подкасты, про TED. Вот, может, еще какие-то знаете? Ну, на самом деле, да, вот это все полезно. Но там можно просто бить «podcasts in English» на английском, и там море каналов появится. И там есть как раз для изучающих английский язык. Потому что все-таки вот эти подкасты, BBC и TED, они, может быть, немножко посложнее, но есть прямо для изучающих английский язык подкасты. Но здесь под подкастами я понимаю, что не обязательно как бы... Здесь может быть просто видео, какой-то может быть англоязычный канал, к примеру, и можно смотреть просто как бы это фоном. То есть даже если картинка есть, можно просто фоном смотреть, и все. Здесь, мне кажется, море как бы таких вариантов. И почему-то еще тоже говорят, а почему как бы... Ну, ты как бы не делаешь какие-то англо-английские там вот эти подкасты и так далее. Ну, потому что этого миллион в интернете, я имею в виду именно на английском языке, мы не говорим этот формат, что сейчас это уникальный формат, я это, конечно, не беру во внимание, я говорю, что миллион как бы таких видео, то есть они хорошие, как бы никто не спорит, но это делают все. Но в любом случае мы будем создавать свои как бы... В том числе свои как бы спичи, свои как бы диалоги, свои как бы с носителями и прочим. Это включим в ближайшее время. Хорошо, вот мы поговорили про лексику и про то, как ставить людям акцент, но давайте поговорим про английский в целом. Почему люди, которые заканчивают русские школы, в среднем плохо знают английский? И вот приезжают к нам иностранцы, да, ну, по крайней мере, приезжали, и люди просто не могут с ними разговаривать на этом языке. В чем причина, как вы думаете? Ну, причин может быть много, на самом деле, но, честно, ну, у меня есть как бы тоже опыт преподавания детям, ну, достаточно обширный, потому что как бы есть дети, которые изучают английский в школе, и тоже, да, то есть как бы есть просто программа, и часто бывает так, что программа для галочки, эту программу надо пройти, а беседине недостаточно или еще что-то, человек не понял. Вот, и просто тут, мне кажется, как бы, может быть, я не могу сказать, что программа полностью неэффективна. Нет, я бы так не стал говорить, конечно, она дает какие-то знания, но чтобы довести до автоматизма, тут как бы, может быть, зависит от школы, от программы. Но самое главное — это еще сам курс. Вот самое сложное, к чему я пришел, я просто, ну, на фоне преподавания не только английского языка, а других языков, это самое сложное — это написать сам курс. Есть много преподавателей, которые классно преподают, это здорово. Есть много преподавателей, ну, которые преподают там по какой-то книге, по каким-то материалам, но вот самое сложное — это разработать именно эффективный курс с нуля до продвинутого уровня. Это самое сложное, чтобы он реально работал. И, к сожалению, вот текущие курсы, да, они эффективны, но, возможно, требуется доработка их эффективности. Моя задача, ну, пока не заменить, но дополнить существенно и как-то учесть слабые, как бы, моменты, вот. Ну, в силу, опять же, своих возможностей, в силу своего видения. Какие слабые моменты можно сейчас выделить основные? Но дело все в том, что нет именно постепенности. То есть, получается, какие-то есть фразы, которые нужно понять, заучить, и человек не может осознать. Это слишком быстрые переходы, недостаточная системность. Вот это, как бы, основной, вот, на мой взгляд, то есть, то же самое, почему вот эти фразы, допустим, крутим, там, по 50 раз, там, I study, там, я учусь, I work, там, I learn English, я изучаю английский, потому что нужно, там, одну конструкцию отработать много раз. Вот мы, там, изучили формулу, там, I глагол, там, и, может, там, I know, там, я знаю, там, I want it, там, я хочу это, еще что-то. Вот, человек, он может практиковаться, он уверен в своих силах, да, я могу что-то уже сказать. Там, там, I speak English, I can speak English и так далее. А там, получается, что у человека, у человека не может почувствовать уверенность, потому что тьма информации, и человек не понимает, как, что и почему, и хаос в голове. И вот это одна из проблем. В чем исключительность именно вашей методики? То есть, есть же огромное количество разных методик по изучению английского языка, но именно ваше сейчас в YouTube пользуется спросом, и как мы можем прочитать комментарии, очень эффективно. Как вы думаете, в чем ее основные плюсы? Но, на самом деле, нейтролингвисты вкладывают в другой смысл, как бы, в слово методика. Но если вкладывать именно в смысле методика как курс, да, вот этот смысл, то здесь просто вот мы начинаем изучать английский язык. С чего, как бы, вот есть такой подход. Как вот изучать, как бы, язык? Вот. Конечно, можно изучить какие-то фразы, там, там, hi, hello, what's your name? И так далее. Но что дальше? Дальше какой шаг? То есть, по факту, у человека вот это говорит, вот эта фраза, what's your name? Да, это неплохо, но человек не понимает, как эта фраза строится. Он не понимает, и получается узнать какой-то ограниченный набор фраз, и он не может жонглировать языком так же, как в русском языке. А мы же, наоборот, от простого к сложному, максимально системно, максимально безболезненно стараемся, чтобы человек сам понимал, как построить аналогичный вопрос, там, почему what's, там, почему там, по аналогии, соответственно, what's your name, what's your job и так далее. То есть здесь, чтобы человек сам понимал, а не был заложником вот этих фраз. Многие говорят про коммуникативную методику, конечно, она имеет место быть, но, на самом деле, у нее также есть огромное количество недостатков, огромное количество недостатков, и она на самом деле популярна, потому что все говорят именно, ну, в западном мире обычно, что она эффективна. Она эффективна, опять же, с точки зрения для тех людей, которые носители. То есть если у человека, ну, не знает язык, наш язык, русский, конечно, это эффективно, но если человек знает наш язык, то этот инструмент, безусловно, нужно использовать. У них просто нет такой возможности, они не могут это использовать. А вот коммуникативно в чем заключается этот метод? Ну, коммуникативно, если вкратце, то преподавание идет на английском языке сразу, с максимальным погружением в среду. В принципе, это может работать, опять же, но далеко-далеко не на всех людей. Если мы возьмем, как раз, большинство людей, то, как правило, им комфортнее вначале на родном языке начать, а потом уже переходить на, соответственно, англо-английский язык. Я убежден, что на англо-английский язык нужно переходить, но сначала для многих просто это будет шоком и лишь вызовет отторжение, как показала практика, поэтому мы делаем по-другому. Мы сейчас как бы раз в эту методику разовьем, а далее будут у нас английские, соответственно, материалы. Вот те же самые будут учебники, Мёрфи, да, хорошие учебники, Мёрфи. Хорошо, мы сделаем, соответственно, я, ну, если будет силы, напишу альтернативный учебник, ну, курс чисто на английском языке, плюс заточки на актуальные фразы, и это все как бы я могу как бы сделать, то есть это не проблема, это все в плане, вот. Просто надо понять, да, это крутые материалы, здорово, но я понимаю, есть недостатки, и цель это улучшить. А насколько имеет смысл переводить, допустим, свой телефон полностью на английский язык или компьютер на английский язык, то есть это же все равно погружение в языковую среду, и полезно ли это или вредно, как вы думаете? Ну, почему вредно? Если человеку комфортно, если есть такое желание, почему нет, можно попробовать. На самом деле, чем больше человек себя погружает в среду, тем лучше. Мы не говорим о том, что мы только занимаемся переводом, то есть эта методика, то есть этот метод, способ изучения, это статист с русского на английский и так далее, но это не означает, что мы только так занимаемся, соответственно, мы можем себя полностью погрузить в среду, мы можем также полностью слушать подкасты на английском языке. Те же самые там тетради, мы сейчас делаем как раз тексты, пишем на Boosty, там только на английском языке можно слушать носители языка, то есть, пожалуйста, этим не надо ни в коем случае ограничиваться, то есть это просто как начало, как фундамент, а дальше, конечно, нужно переходить, чтобы максимально создать эту среду искусственную. Вот мне сейчас идея пришла, а вы не думали, а хотя, может быть, вы уже и создали это, как-то пропустил, на основе вашего комьюнити создавать какие-то speaking club, чтобы люди общались там в Дискорде, в Зуме, то есть тренировать свои навыки. Ну да, на самом деле отличная идея, потому что сейчас еще много работы, у нас как бы есть целый отдел, как бы маркетинг или маркетинг, как это по-разному как бы говорят, и там не один человек как бы работает в этом отделе, и мы как раз, вот если вы заметили, как бы результат, потому что одному человеку невозможно сделать. Да, всем спасибо, кто поддерживает проект, потому что требуется команда людей для построения комьюнити и так далее. Вы можете посмотреть, что, допустим, было, допустим, скажем, пять месяцев назад, и сейчас как быстро наша комьюнити выросла в Телеграм-каналах, потому что вначале мы создали просто новостной Телеграм-канал, потом появился чисто чат, где можно было общаться с единомышленниками, потом появился чисто англо-английский чат, и там где-то около 8 тысяч участников на данный момент, ну, кто постоянно общается, то есть люди, пожалуйста, приходите в эти чаты, общайтесь только на английском языке, какие спикинг-клабы, они сейчас пока вот, ну, проходят поддельник среда пятница в 7 часов, но может потом каждый день сделаем, то есть мы идем в этом направлении, то есть мы стараемся максимально учесть как бы пожелания, делаем опросы, то есть мы максимально лояльно открыты, чтобы максимально достучаться, приблизиться к каждому из вас, чтобы максимально помочь. И спикинг-клабы, конечно, нужно больше говорить, пожалуйста, то есть мы будем стараться быть лучше. А вот как вы относитесь к онлайн-школам английского языка? Я, ладно, не буду произносить их названия, просто интересно общее мнение про них. Я не вижу ничего здесь плохого, как бы есть разные школы, популярные, менее популярные, если человек действительно вкладывает знания, опять же, если есть возможность, это хорошо, почему нет, есть разные, есть более распиаренные, есть менее распиаренные, но здесь как бы вопрос еще как бы эффективности, в любом случае это какое-то вложение, и я думаю, все молодцы, кто старается вкладывать в образование. Но просто другое дело, что это не закрывает, как говорят, все дыры, то есть все равно человек думает, что он прошел курс и сразу достиг в уровне beginner, elementary, upper, advanced. Так это, к сожалению, не работает. Я, допустим, хочу выучить, соответственно, другой язык. Ну, допустим, возьмем новый язык, допустим, датский или какой-то там еще, неважно. И я хочу, допустим, я готов заплатить деньги. Сколько это стоит? Там один уровень 50 тысяч, я готов заплатить 300 тысяч. Вот я готов эти деньги заплатить. Страшно стало. Вот, но чтобы меня реально довели с нуля до advanced. Пожалуйста, я готов. Но я знаю, что так не будет. Так это не работает. Да, я могу получить какие-то основы, какие-то знания. Это да, но так у меня не будет на выходе уровня advanced. Поэтому то, что вот тоже как бы требует, вот мы вот плейлист прошли, и нужно advanced по всем критериям. По speaking, по, соответственно, reading и так далее. Так тоже как бы это не работает. То есть какие-то, в основном пока сейчас акцент на грамматику, то есть это более как бы, это как больше как грамматический тренажер. Тоже здесь нет гарантии, что по всем именно, то есть, навыкам будет там самый высокий балл. То есть, ну, наша задача, то есть, работать курс альтернативный другим курсам, языковым школам, чтобы он был в свободном доступе. Потому что на данный момент сейчас такой самый большой курс – это English Galaxy приложение. Ну, приложение крутое, реально крутое, оно очень хорошо зашло, оно реально в топе. Оно даже сейчас вот находилось долгое время, находится в бестселверах. Ну, пока не отключили, соответственно, доход с России. То есть, реально очень крутое приложение. Но, как я методист и с учетом, друзья, вашей поддержки вижу, нет ли недостатки. И я вижу, как реально это можно улучшить очень сильно. И мы сейчас работаем над проектированием нового приложения, нового курса. Я считаю, этот курс, он способен заменить многие другие языковые курсы. И самое главное, что не надо платить ни по 50, ни по 300 тысяч. То есть, там будет такая же методология, то есть, как в English Galaxy, то есть, так же мы сделаем возможность бесплатного прохождения, запремим подписку, кому нужно дополнительно. Но это будет не обязательно. То есть, ну, такая вот миссия. То есть, как бы и добро людям сделать, и, как бы, самим как-то затраты стараться окупить. И что время тоже, как бы, тяжелое. И, соответственно, ну, отключили, соответственно, монетизацию в YouTube с России, знаете. Также с приложения нет дохода с России. Но, несмотря на все это, мы продолжаем работать. И там просят, допустим, приложение Титанового плейлиста. И могу сказать, вчера, допустим, я тоже был очень много дел, всякого рода управленческих. Я до, там, в офисе до 12 часов сидел и это видео, там, с 9 до 12 записывал. Позавчера тоже самое, потому что у меня есть обязательства, чтобы не бросать эти плейлисты. И, несмотря на занятость, чтобы видеоконтент выкладывался в том числе лично мной. Помимо других преподателей, которые мы подключим тоже в недалеком будущем. Вот вы говорите, с 9 до 12 записывали видео. Перед тем, как его записать, нужно прописать какой-то сценарий, да, то есть, какой-то план. Вы его до сих пор сами прописываете или есть уже люди, которые помогают вам с этим? Ну, у нас это в основном как грамматический урок. Соответственно, все эти курсы были написаны мною, то есть, разработанные мною как методистом. Я стараюсь как бы повышать свой уровень. Спасибо за критику, всем за критику, да. И, да, на самом деле один урок, вот чисто написать, сделать, это занимает более 8 часов времени. Кошмар. Более 8 часов времени, да, это занимает. И самое сложное, это, самое сложное из этого это написать, продумать, это самое сложное, подобрать фразы. Но мы здесь не поскупимся на время и сделаем следующий курс, следующие плейлисты, сейчас задумано как бы два плейлиста по английскому языку, ну, максимально качественные. А у вас же семья, дети, то есть, сейчас, в 2022 году, насколько много работа занимает времени? Ну, насколько? Ну, наверное, 14 часов. В день? Ну, в сутки, да, 14 часов в сутки. Кошмар. Вот, но на самом деле это как бы, это сейчас требует того, потому что сейчас сложное время, надо быстро уметь адаптироваться, потому что здесь или как бы можно все потерять, и люди будут не способны как бы пользоваться этим методом, или наоборот, мы, потому что многие говорят, что кризис – это время для развития, это время показать, на что как бы вы способны. И честно, ну, кто знает, я как бы шахматист, как бы раньше шахматами увлекался, и мне нравится доводить партию до логического конца, да, мне нравятся комбинации продумывать, тактические, стратегические, просчитывать все вперед, там, на год, на пять лет вперед, и мне как бы, я рад, что вот показались слабые стороны, вот, ну, в этом как бы отношении, что действительно указали даже люди на недостатки плейлистов, которые как бы есть, я рад как бы вот этому, и я вижу, как это можно исправить и улучшить во много раз. А не думали параллельно с этим, параллельно с другими платформами выходить еще и на TikTok, чтобы там были какие-то короткие видео, там, про лексику, про грамматику, короткие образовательные? Да, отличная идея, мы работаем в этом направлении, потому что, как бы, много людей, как бы они занимаются, курируют, мы все это продумываем, но сейчас мы пока в данный момент наиболее активно проектируем свой сайт, потому что сайт откроет доступ, потому что все вот эти плейлисты хороши, но это можно будет проходить именно онлайн, то есть как онлайн-упражнение можно будет все это прорешивать, и с озвучкой носителя языка, помимо видео, плюс там будет очень большая заточка на аудирование, будет много вырезок разных и так далее, но поэтому мы сейчас пока невозможно все делать одновременно, то есть мы вот этот этап закроем, далее перейдем к следующему этапу, потому что касается титока, насколько я знаю, сейчас невозможно выкладывать новые ролики, поэтому мы этот вопрос продумываем, и в том числе рассматриваем вопрос, выход, но дело только, допустим, англо-английский тик-ток, соответственно, или, допустим, то же самое изучение английского языка на испанском языке, все как бы это, вот у меня вот, мы вот недавно с моими коллегами, друзьями как раз делали план, да, немножко укоротили, но вот пока на ближайшие вот месяцы там где-то более ста пунктов, которые надо срочно как бы сделать, да, это мы все составили, да, это все как бы лежит на повестке. Вот вы сказали, что вы как шахматист любите делать стратегии на год вперед, на пять лет вперед, вот события, которые недавно произошли вот в мире Ютуба, ну и не только в мире Ютуба, вы как-то предугадывали в своей стратегии, и сильно ли это повлияло на тактику дальнейших действий? Дело все в том, что мы, да, это, безусловно, очень сложное время, но дело в том, что я как бы с моими друзьями, с моими коллегами, да, мы это предвидели, как бы, но тут как бы моя упертость, как бы я как бы, ну, понадеялся на свои силы и как бы не послушал, как бы, своих коллег, и как бы, кстати, мне предупреждали, что надо делать так-то, 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 и поэтому мы как бы не были подготовлены, чтобы вот, может быть, быстрее можно было развиваться, но что же теперь делать? Тем не менее, мы как бы это начали делать, как раз начиная с начала декабря, и с начала декабря мы очень сильно как бы усилились и как бы стараемся освещать более активно, ну, в социальных сетях, чтобы люди больше получали знания. Мы это делаем, то есть все это поправимо, то есть как бы сейчас не только я принимаю решения, а коллективно это гораздо, одна голова хорошо, но две головы лучше. Вот, насколько я знаю, сертификаты IELTS перестанут удавать с 1 мая, то есть проводить экзамены в России. Также, возможно, это и по TOEFL, я точно эту информацию не уточнял, и по другим международным экзаменам. Как вы к этому относитесь, и есть ли какие-то альтернативы, что делать людям, чтобы подтвердить свои знания английского языка? Я понял вопрос, да, хороший вопрос. Да, на самом деле очень грустно, очень жалко, что так происходит. Надеемся, что как бы все как бы это ограничения, надеемся, что они вернутся, но будем надеяться. Но, действительно, на самом деле, чтобы подтвердить уровень, во-первых, для себя или для кого-то, в принципе, этот же экзамен, можно сдать его не только в России. Соответственно, если по другую страну, там же также можно сдать экзамен. Это первое. Второе, соответственно, на самом деле, мне кажется, там главное уровень, как бы иметь. Если будет уровень, то будет не страшно любой экзамен, хотя в формате IELTS нужно как бы натаскиваться, и у нас также планируются курсы, коррелы, чтобы люди сдавали IELTS. Те же самые там speaking course, ну, разговорный курс численно нацелен на IELTS и так далее. В принципе, эти фразы, чтобы, допустим, я даже не знаю, банальные фразы, там, я не знаю, там, я знаю, там, I know, да, и мы говорим, там есть элементарные фразы, как можно по-другому сказать, там, as I know, как я знаю, или as far as I know, там, насколько я знаю, to the best of my knowledge, там, и куча-куча всего. То есть можно просто это применять, можно это притраваться и получать на IELTS speaking большие баллы за, там, на 8 и там, тоже в мониторе, как бы, ну, как бы демо, живые, как бы, спичи IELTS, и мне это интересно, я вижу, как люди разговаривают на IELTS, и, в принципе, это не проблема создать курс, чтобы можно было демонстрировать максимально высокий speaking result. То есть это не проблема. А третье еще хочу сказать, что сертификат, это не, к сожалению, не показатель еще знаний, потому что, вот, насколько я знаю, сертификат, они оценивают многогранно, да, это да, это хорошо. Есть и другие кемриджские, есть экзамены, но, на самом деле, я знаю людей, которые имеют высокий балл, там, получают даже CP, экзамены, ну, допустим, у них очень большие проблемы в произношении. Если, допустим, взять максимальную школу 10 баллов из 10, у них, допустим, 2 из 10 по произношению, чисто фонетика. То есть, ну, опять же... Серьезное проседание, скажем так. Да, то есть человек может дать, поэтому это как бы не означает, и наша цель, вот моя еще цель, чтобы не просто были обычные фразы, там, типа, I understand, там, I understand you, я понял тебя, а мы бы говорили как носитель языка. Моя цель еще сделать такой курс, новые плависты, чтобы люди говорили, как носитель языка, чтобы носители просто, не знаю, просто давали множество комплиментов, как же круто ты говоришь, реально, то есть, ну, не просто вот как вот обычно все говорят. То есть, допустим, там, я понял тебя, можно сказать там, I understand you, али можно сказать там, I got it, I got it, или I got your message, там, I got your message, значит, я понял твою, там, идею, понял твое сообщение и так далее, то есть, я понял твою идею, то есть, я хочу сделать курс, и я, как раз мы к этому идем, что помимо как раз вот того, что было ранее сказано, чтобы каждая фраза, она звучала максимально естественно, и как будто вот сам носитель говорит, чтобы не отличить. To sound like an native speaker, to sound like an native, это вот цель, чтобы не смеяли, чтобы не было to ru English, уходить от ru English, это цель, но это, безусловно, пригодится в разных экзаменах, надеюсь, что люди смогут подтвердить свои знания. Вот, кстати, ru English, насколько я знаю, многие люди боятся разговаривать на английском языке с иностранцами, потому что будут смеяться над их акцентом, над их грамматикой, вот как вы к этому относитесь, нужно бояться или не нужно? Все-таки. Ну, на самом деле, страх есть, у каждого человека это 100%, и тут можно понять, это, ну, для многих это шок, это естественно, но моя, как бы, цель сделать так, потому что есть, как бы, разработки курса, то что у нас, как бы, в ближайшее время на планируем грамматический курс и чистый курс по разговорному английскому языку, это диалоги, как раз вот эта реакция на вот эти соответственные вопросы, то что английский язык это реакция, например, о, really, и так далее, как на это все реагирует, то есть у нас все это запланировано, чтобы также помочь решить эти проблемы, что нужно знать набор этих комбинаций, как отвечать на те или иные вопросы, какие фразы нужно, как бы, использовать, в любом случае, в разговоре с носителем важно прокачивать именно навыки аудирования, потому что если мы не сможем, как бы, понимать, то даже, ну, и что, что можем тогда говорить, поэтому мы, как счет, нацелены и на это. Я думаю, есть такие проблемы актуальные, если больше людей напишут об этом в комментариях, мы постараемся это все учесть, и критика нужна, потому что критика, она позвольствует быть лучше, потому что те же самые хитрые, да, есть и хитрые, они думают, что там разгромят нас, там вот какие-то там критику дают, но хитрые ты делай доброе дело, потому что действительно есть же иррациональное зерно во многих, как бы, вещах, отлично, мы это возьмем на выражение и сделаем супер курсы, ну, а уже супер или не супер, попробуем сделать, уже не мне судить, уже оценят люди со временем. Александр, вот абсолютно вас поддерживаю про хейтеров, ребята, обязательно пишите ваши гневные комментарии, я все читаю и даже их не удаляю, потому что это всегда полезно, ну, если они конструктивные, конечно, если там просто, что-то такое ругательное, я могу и почистить, вот, потому что это действительно помогает улучшать контент, понимаешь, над чем еще стоит работать, и это действительно очень полезно. Вот, если говорить про ваших коллег, про людей, которые тоже преподают английский язык на ютубе, вы можете кого-то порекомендовать, выделить, сказать, что вот, можете обратить внимание на этот канал, там тоже много чего интересного есть? Ну, я, конечно, могу сказать, да, но в то же время, как бы, я не могу кого-то одного выдвить, я могу, как бы, несколько, как бы, сказать популярных каналов, потому что, если выделить только одного, как бы, там, человек или канал, это будет, соответственно, мне кажется, неправильно. Я могу вкратце сказать то, что происходит у нас, как бы, в нашем таком сообществе комьюнити дружелюбном, и могу, соответственно, сказать то, что происходит, ну, за рубежом. Еще, как бы, добавлю, вот там был такой хейт, в частности, что мы не дописываем до конца, как бы, курсы, плейлисты. Пожалуйста, как бы, это не хейт, это аргументированная критика, это было учтено, и, соответственно, был завершен экспресс-курс и титановый курс. То есть, пожалуйста, это все, на самом деле, это все учитывается, это важно, потому что ждем, как бы, фидбэка, да. А что касается, допустим, ру-сегмента, есть самые популярные каналы, ну, есть менее популярные каналы, просто так алгоритм YouTube устроен, то, что бывает так, что канал суперский, но, к сожалению, алгоритм YouTube его не выдает, и, соответственно, может быть, он не так популярный, потому что, если вдруг, друзья, я какие-то сейчас вот, не назову, как бы, ваш канал, кто смотрит, пожалуйста, как бы, не обижайтесь, грамматический контент, то есть каналы Елены, вот, вагнисты с Украины, она ведет серию каналов OK English, но она специализируется на грамматике, но, в основном, как бы, это средний, как бы, уровень и выше, плюс текст, в принципе, она старается, она умница, молодец, тоже непростая времена, она переживает сейчас текущая ситуация, что касается именно контента, допустим, если контент заточен на аудировании, что в данный момент это Иван, вот это английский, да, кстати, Елена, привет, Иван, привет, тоже отличный контент, разбирается, соответственно, интервью, делает именно акцент на аудирование, там, фильмы, игры, то, в принципе, это здорово, то есть, пожалуйста, это как бы два как бы основных формата, есть, кто критикует, тоже как бы, но, опять же, старается хорошие, как бы, чтобы люди делали правильные выводы, а курсы, это, допустим, бородатый лингвист, вот, есть еще, как бы, как бы, каналы, много, как бы, других каналов, но, опять же, я рад, что люди также занимаются хорошим делом, и моя цель, честно, тоже брать, друзья, с вас пример, и вот эти все каналы, которые я перечисли, я, как бы, восхищаюсь, вот вами, да, трудолюбцами, вот, ну, также хочу, как бы, учесть, как бы, и ваши сильные стороны, ну, потому что, чтобы тоже сделать свой курс лучше, и также делать акцент на, соответственно, и на средний уровень, и на аудирование, чтобы всем было хорошо, то есть, мне кажется, надо на друга смотреть, и как что-то брать, и развиваться вместе, вместе, это создать наше комьюнити дружное. Это абсолютно правильно, я то же самое поддерживаю и в подкаст-комьюнити, это действительно нужно развиваться и смотреть на то, кто что делает хорошо, учиться, и улучшать свой уровень. Александр, вот такой немножко спорный вопрос. В России есть такой единый государственный экзамен ЕГЭ, и он есть и по английскому языку. Как вы думаете, насколько хорошо ЕГЭ определяет знание английского языка, и вообще, насколько правильно детей затачивать именно под ЕГЭ? Ну, я могу так сказать, что у меня есть опыт какого-то обучения какого-то своих детей, и я как бы их затачиваю вот как раз на вот эти уровни, но так не получится, что вот ЕГЭ сдастся сразу и все, это как мана там небесная, к этому нужно готовиться, то есть, опять же, что такое ЕГЭ? По факту, что ЕГЭ это прообраз FCE, это First Certificate, это Кемпшерский стивкат, FCE, но может быть, немножко посложнее между FCE и CEE. Ничего там такого сложного нету. Опять же, вот те же самые Кемпшерские экзамены, вот кто, допустим, занимается с детьми, может, какие-то полезные как бы советы будут, есть, там тоже есть система уровней, называется ILE, то есть, это Young English Learners, то есть, там также начинается с уровня А0, это первые уровни Starters, далее Movers, третий Flyers, вот надо начинать как бы с первого уровня, то есть, это не сразу, то есть, есть промежуточные как бы этапы, прежде чем к ЕГЭ перейти, но, на мой взгляд, то, что именно рекомендуется, нет такой, нет смысла, мне кажется, натаскиваться сразу как бы на, соответственно, на ЕГЭ, надо натаскиваться, проучить на вот эти Кемпшерские экзамены, потому что там все-таки насилием это было разработано, это максимально естественная лексика, а если человек сдаст то же самое FC, то он уже без проблем сдаст и ЕГЭ, то есть, я считаю, надо не только на какой-то экзамен натаскивать, надо просто знать английский, и ты уже немножко подготовишься, да, на формат, натаскаешься, любой как бы экзамен сдашь, мне кажется, надо готовиться по аутентичным пособиям, но, опять же, кто уже вырос, в дополнение, опять же, к плейлистам, но, конечно, кто уже имитурый, да, надо переходить на аутентичные пособия и аутентичные материалы. Вы думали создавать канал, посвященный обучению английского языка, именно специализированно для детей, то есть, учитывая то, что у них не такая хорошая концентрация внимания, возможно, еще что-то учитывать, вот были ли такие идеи, или плейлисты подходят для разных возрастов, то есть, и для взрослых, и для детей, как вы думаете? Но, на самом деле, да, отличные вопросы, были такие идеи, и, в принципе, в плане это, ну, есть, как бы у нас есть план, есть ближайшие там перспективы, где у нас среднесрочные, долгосрочные перспективы, это в плане есть, но на данный момент это не приоритет, потому что это требует ресурсов, достаточно больших ресурсов, то есть, наши ресурсы есть, но они ограничены, то есть, мы стараемся, как можем, то есть, есть, в принципе, у нас в команде, у кого IQ около 200, есть, достаточно высокий ГБ. Я понимаю, да. Это, ну, я не про себя говорю, у меня невысокий, как бы, ну, не скромничайте. IQ, да. Вот. А вы в команде у всех измеряли, у кого какой IQ? Нет, ну, просто так сложилось просто, да, что вот, то есть, так просто сложилось. Нет, конечно, так просто получилось. Вот. И, конечно, мы как бы просчитываем, как бы, наперед, но детский канал в плане, но не сейчас. Вы знаете, какие-то методики по развитию памяти? Это же необходимо для изучения новых языков, то есть, с плохой памятью английский на C1 не выучишь. Но, мне кажется, надо просто начинать втягиваться в этот процесс, и память будет автоматически развиваться. Потому что, вначале мозг можно кипеть, напряжение, но, мне кажется, тренируешься каким-то навыком, тем будет проще. Все-таки, я считаю, что это как навык. То есть, мне кажется, у наших друзей все получится, не надо бояться. И моя, как бы, цель, моя миссия разрушить такую систему, что английский не под силу. Нет, и не только английский. Мы сейчас начнем с английского языка, ну, а с вашей помощью, по вашим заявкам, мы перейдем к немецкому языку, к испанскому языку и к другим языкам, учитывая то, что эти языки я уже раньше, как бы, освещал, просто была пауза временная. Но, соответственно, я могу легко вернуться к этим языкам. То есть, первично не генетика, а старание и труд. Верно понимаю? Сто процентов, но, однако, здесь, помимо труда, нужно еще заниматься по эффективной методике. Если методика может быть неэффективна, то не будет результата. Важно, чтобы был максимально короткий курс. То есть, можно, как бы, заниматься, но неэффективно, и люди не видят себя со стороны. Проблема в том, что, когда человек говорит, он часто не видит свои ошибки в произношении, он не видит свои грамматические ошибки, лексические ошибки. Ну, я вижу, как преподаватель, как бы, уже заранее предугадывает. Моя цель, как бы, сделать курсы, чтобы люди, цель курсов раскрыть глаза, людям раскрыть глаза на эти ошибки, поверить в себя, и чтобы, да, и, опять же, заниматься много, но, опять же, по эффективной методике. И моя цель, я не могу сказать, что у меня прям такой эффективный, самый эффективный курс. Я не хочу это говорить. Есть недостатки. Я хочу сделать реальный эффективный курс. Максимально эффективный в силу своих возможностей и учесть методы как раз другие. А вот многие говорят, что изучение английского языка, оно, оно гораздо проще в детском возрасте, и во взрослом это уже гораздо труднее дается. Как вы думаете, это действительно так? Ну, и да, и нет. Проще, в точке зрения, что мы можем язык легко схватить, безусловно, но большинство же людей нет такой возможности. Тут есть другая сторона медали, и это плюс, то, что если мы изучаем язык уже в взрослом возрасте, а, вот какой был возраст, да, вот вопрос, правильно? А, да, да, возраст какого, да, но это где-то, я думаю, вот я знаю, вот кто уже там с 10 лет, им уже начинает вот комфортно. И вот еще как раз скажу, как раз по поводу этого, то, что новый курс, который мы, как раз сейчас, я разрабатываю, его отличительная особенность, что мы, я снизил барьер входа. Если раньше был барьер там вот такой, то будет еще проще, что был уровень А0, у нас будет А0-0, но не просто грамматический, а грамматический разговорный. То есть я снижу барьер, чтобы кого меньше возраста могли как бы, вот, а плюс в том, что кто возрастом возрасте изучает, потому что будет проще. Если вы один язык отработаете, вы по этой же методике на автомате можете отработать второй, третий, десятый, там язык, это не проблема, вы можете стать полиглотами, если язык просто как бы схватил язык в детстве, ему сложно будет выучить новый язык, потому что у него этого нет механизма, он не разработал механизм изучения. А если вот мы разработаем механизм, вы разработаете, то вам открыта дорога, и ваши цели, ваши мечты исполнятся. Александр, вот сейчас такой каверзный вопрос. Мы этот вопрос поднимали даже с Андреем Себрантом. Сейчас развивается искусственный интеллект, сейчас появляются технологии автоматического синхронного перевода в Яндекс.Видео, там условно Microsoft такое делает, и когда-нибудь мы придем, условно через 10-20 лет, то, что мы будем разговаривать с иностранцем, и автоматически получать перевод по условно наушнику какому-то, да. И также сейчас еще появляется Deep Translate, то есть глубокий перевод, то есть с применением также искусственного интеллекта, и там тоже отлично получается переводить. И в связи с этим вопрос, имеет ли смысл сейчас изучать английский язык, если в будущем технологии помогут нам общаться с другими людьми без знания, соответственно, их языка? Ну, отличная мысль, на самом деле. Вот это как раз и есть, мне кажется, некоторые люди говорят, что, как правило, люди с высоким IQ, они прогнозируют не на короткосрочные перспективы, а на долгосрочные перспективы. Это важно, продумать, конечно, что будет дальше на 10-20 лет вперед. Да, может быть, на 10, через 20 мы не знаем, но в то же время есть и другая точка зрения. Вот спросили у одного человека, у одного старца, какой вот самый важный момент в твоей жизни? И он ответил, это то, что именно сейчас. Потому что сейчас, это и самый важный момент как бы в жизни. Это нужно как раз и использовать. Поэтому мы живем сейчас, и у нас есть цели там на год, на 5 лет. Нам, может быть, кто-то не готов ждать там 20-10 лет, но сейчас наши цели и задачи, поэтому мы их будем решать. С точки зрения, допустим, аудирования, восприятия на слуху, конечно, нам комфортно, допустим, слушать именно носитель языка, чтобы развивать английский язык. Но перевести-то он сможет, да. А если мы хотим послушать живую речь, как вот, да, возможно, это решится со временем, там, через какое-то количество лет, десятилетия. Но мы живем сейчас, и цель пока, чтобы кто вот сейчас могли решить свои насущные проблемы. Вот я, насколько знаю, когда вы еще пошли в университет, вы не знали так хорошо английского языка. Верно я понимаю? Ну, я его знал, как бы, может быть, на уровне там upper intermediate, но не так хорошо, конечно. Не так хорошо, как сейчас, да. И вот когда вы его наконец-то выучили, вам это что-то дало в жизни? Ну, я не могу сказать, что я выучил английский. Его учить можно... Бесконечно. Бесконечно, да. То есть, на самом деле, чтобы реально знать английский, вот именно в точности, как носитель, надо жить в этой среде много-много лет, и не один десяток лет, какие-то нюансы. То есть, опять же, я знаю английский на уровне, чтобы его преподавать, грамотно как бы общаться. Но абсолютно все нюансы, это надо, я считаю, вот жить как бы в этой стране или быть как... Ну, только этим и заниматься. Бытует мнение, что люди, которые изучают английский язык, ну, вот прям сосредоточенно, целенаправленно, они зачастую знают язык лучше, чем носители. То есть, они более грамотно пишут, знают, используют более правильную лексику. Разве это не так? Да, на самом деле, так и есть, но то же самое, как в русском языке тоже. Как ты выучил русский язык? Честно, я русский язык тоже могу делать какие-то, может быть, я думаю, там где запятую кто-то поставить иногда. То есть, я не могу сказать, что я выучил русский язык, это то же самое. Вот, а что касается, да, потому что я, честно, думал, соответственно, тоже вот по поводу произношения, в начале я говорил, я решил взять пару уроков носителя языка по произношению, что он скажет, да. Но я дал послушать, и он говорит, что максимально четкое произношение, да, как бы ты звучишь как бы, у тебя нет какого-то такого одного акцента, там, допустим, который там в Великобритании или там в Америке нет такого акцента, но как вот, когда человек живет в какой-то области, у него есть какой-то акцент. Но он говорит, что там, соответственно, получается, что произношение максимально чисто и понятное. Это преимущество. Я говорю, что мне делать? Он говорит, ничего. У себя все как бы нормально, это просто как бы там Алекс, you're a teacher from Russia. То есть it's a case. Это самое лучшее, чтобы люди понимали. То есть это мои, как бы, мои задачи, чтобы просто люди понимали. Зачем мне говорить невнятно, чтобы люди не понимали. Поэтому мне кажется, в любом случае, ну, прикольно говорить, как носили языка. В любом случае, я имею в виду вот эти фразы, и со временем все равно акцент схватывается. Кто-то может нам более американский, кто-то на британский. У нас в дисплейлистах смесь. Я думаю, люди откроют себе мир языков по мере продвижения. В этом интереснейшем пути. Вот у вас есть отличное приложение, про которое мы уже много говорили, English Galaxy. Я хотел бы узнать, а есть ли еще какие-то приложения, на которые стоит обратить внимание? Или, допустим, есть какие-то приложения, на которые вы смотрели, когда вдохновлялись, когда делали свое приложение? Ну, конечно. То есть, в принципе, мы же не можем заново как бы изобретать колесо. Как бы курс важен, соответственно, и отличительные черта это курс, но нужно учитывать другие приложения. В принципе, это легко может делать каждый человек, ну, каждый из нас, соответственно. Здесь как посмотреть? Ну, можно просто зайти, есть приложение, ранжируется, по популярности, это не секрет, есть ранжирование, соответственно, в App Store, и, соответственно, Play Market, это в Play Market, и там можно посмотреть, какие приложения по популярности, ну, там категория образования, там не только, соответственно, есть, ну, по английскому языку легко можно посмотреть, там есть список этих приложений, начиная, соответственно, от, ну, там, Duolingua, и далее там Simpler, Lingua Leo, там и другие как бы популярные, и можно по любой стороне посмотреть рейтинг. Конечно, мы проанализировали и рейтинги и здесь, и в зарубежной стороне, конечно, мы все это учли и старались как-то доработать в совершенстве, и сейчас как бы новое приложение проектируем, там уже будет уже не просто, как бы, курс, там будут уже игры между пользователями, взаимодействия, как бы, пользователей, там будет уже, как бы, немножко другая, более сложная механика, и, конечно, мы все это учитываем, и хочется делать не просто попсовое, но и результативное. Но, опять же, самое главное, это, самое сложное, это создать именно системный курс, с чем я говорил в начале, самое сложное. Конечно, вот можно посмотреть и другие зарубежные приложения, то есть, конечно, самое сложное еще это именно проектирование, и самое сложное, вот в шахматах, когда мы играем, мы рассчитываем там, не знаю, ну, там в зависимости от разряда можно просчитать разную комбинацию, кто-то может на один ход, кто-то на пять, кто-то на десять ходов, кто-то на пятнадцать ходов может просчитать, кто-то может слепую играть, ну, то есть, слепую можно играть там, кто-то может слепую играть сразу на нескольких досках одновременно, там есть разные, как бы, способности, а когда приложение проектируется, самое сложное, именно не видя приложения, его спроектировать и прочитать всю механику. Всю механику. И плюс, чтобы это... То есть, по факту, когда приложение готово, это легко понять, а это надо все спроектировать, не видя этого. Все это придумать. Вот это самое сложное. Но я считаю, каждый должен быть на своем месте, делать ту работу, у кого получается, и я буду счастлив, если на самом деле любой человек как-то применит эти знания и будет на своем месте, и это поможет ему реализовать какие-то свои текущие задачи и цели или амбиции, как мы говорили вначале. Вот мы говорили про фильмы, просмотров фильмов на английском языке, а также бывают книги на английском языке по разным уровням. Бывают книги полностью на английском языке, а бывают, когда одна сторона на английском, а другая на русском. Как вы думаете, эффективно ли учить английский по таким книгам? Но на самом деле учить, если только по этой методике, то нет. Но в целом это эффективно. И опять же, я хочу повториться, что когда там некоторые говорят, что я призываю учиться только по плейлистам, это в корне неверно. То есть плейлист — это как основа. Конечно, нужно и читать, и у каждого языка есть навыки. И, соответственно, там и listening, и speaking, и reading. И один из навыков — это reading. И, соответственно, там, конечно, есть и на самом деле, может быть, многие еще не смотрели, вот как раз на канале English Galaxy, который я вел еще пять лет назад, до этой встречи как раз там были видео. Я говорю, как изучать язык. Я еще тогда говорил, что нужно читать вот эти книги, адаптированные на английском языке. Это называется Graded Readers. То есть именно соответственно по уровню, начиная от 0 до 1, и что это делать только на английском языке, и слушать. Еще тогда мы про это говорили. Что касается русского перевода, что если чисто русский перевод, я не считаю, что это эффективно. Но если по предложению, то это да. То есть опять же, можно для начала как бы пробовать, но опять же надо, чтобы это было по уровню сделать. Проблема в том, что часто это бывает просто как бы английский русский текст высокого уровня, он не имеет ценности. Ценности именно, когда это упорядочно по уровням, поэтому начиная с экспресс-курса, мы также это, ну, с 0 до C1 мы это как бы делаем. Но есть недостаток у этих книг. Они, это не панацея. Есть большие недостатки у этой Graded Readers и так далее. И я понимаю, в чем там проблемы. Ну, вкратце могу сказать там, если нужно. Ну, или люди... То есть, на самом деле, часто в этих книгах, которые говорят, Graded Readers, Graded Readers, ну, это опять же, они очень книжный язык. Это первая проблема. То есть, по факту, там фразы, которые, очень мало фраз, которые реально используются, там часто только писательные какие-то фразы есть. Это большой недостаток. Второй недостаток, что лексика. Лексику, она не... Допустим, как бы я сижу в интернете, но мне нравится сидеть в интернете. Как это сказать? Мне нравится сидеть в интернете. То есть, по факту, там serve the internet or serve the web. I like serve the internet. Там этого мы не узнаем. Вот. Моя задача также, притечная задача, на сайте, в приложении, на канале дать такие тексты и такие тексты, чтобы этот вопрос закрыть. То есть, это все проанализировано. Это... Это вот... Почему еще много времени уходит? 14 часов. Потому что много времени тратится на аналитику, на сравнение, на планирование и прочее. Это не только запись видео. Но, конечно, нужно читать. Это здорово. Кто читает связанный текст? Хотя одно из таких замечаний было, что у нас, как бы, нет связанных именно текстов. Но не было. Но не означает, что это не будет. Не будет, да. Поэтому это лишь вопрос времени. Просто нельзя сделать все и сразу. На тот момент, как бы, тот курс, как бы, хорош. Оранжевый курс, да. А кто знает, может, мы сделаем курс... Потому что, на самом деле, по статистике, экспресс-курс и титановый курс, они произошли оранжевый курс. Кто знает, может, потом будет суперкурс. Кто знает. Поэтому, конечно, связанные тексты нужны. Но если учит, допустим, кого с детьми, дети, допустим, учатся, и, конечно, им комфортнее более маленький текст. Если, допустим, рассказик небольшой, там, на полстраницы, на треть страницы, и он несложный для них, там, по уровню, это, конечно, более эффективно. И вообще, самая современная методика, сейчас читаю, вот считают, а многие говорят, там, вот такая методика. Методика сейчас современная в другом заключается, что мы именно учим не вот как вот раньше было, когда большой текст, а наоборот, мы учим микротемами. Это самое эффективное, считается, направление сейчас в лингвистике, многие говорят. Микротемами. Вот есть тема, соответственно, там спорт, и там, допустим, по ней, допустим, 5-10 приложений, и они, как бы, мы их разбираем, и многократно их прослушаем, и повторяем. Раньше такой возможности не было, мы не могли прослушать. То же самое, там, аудирание по фильму. Да, это круто. Ну, допустим, там, спросим нам, там, how are you doing? How are you doing? How are you doing? То есть, по факту, это how are you doing, то есть, как вы поживаете, да, и человек не может понять, но есть это зацикливание, там, как вариант, то есть, how are you doing, how are you doing, how are you doing, и все, человек повторяет. Вот это зацикливание, микротема, это полезная вещь, мы тоже, как бы, применим как раз новаторские достижения лингвистики. Ну, получится или нет, опять же, как получится. Александр, просто огромное количество информации, большое вам спасибо, что посетили. You're welcome, my friends. Это было очень приятно, и я думаю, что люди, которые нас смотрели, тоже оценили это. Обязательно, обязательно продолжайте вашу деятельность, это очень полезно, и продолжайте экспансию на другие языки, это очень круто и полезно для людей. Еще раз спасибо. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал Александра, если еще не подписаны, и на другие платформы, а также подписывайтесь на наш канал, YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, и ставьте пять звезд на подкаст-платформах. Я еще хотел добавить пару слов, можно? Конечно. Я хотел поплорить, во-первых, вашу команду за ваш такой титанический самоотверженный труд, что несмотря на все сложности текущей ситуации, вы продолжаете развиваться и стараетесь нести вот это добро, вот этот свет как раз людям, потому что многие, как бы, они имеют какие-то многомиллионные просмотры, многомиллиардные на том контенте, который не развивает людей, а наоборот, человек только деградирует. Вы же напротив несете свет, вот этот свет науки, свет в образование, в развитие, это очень важно. Я думаю, что ваша рубрика расширится, у вас будут разные форматы, и как раз вы будете помогать людям в разных сферах. Вот. Поэтому спасибо вам огромное. Спасибо большое. Дорогие троллюцы, за то, что вы пришли, и действительно, я, вас здесь нет рядом, но просто мы вам вместе желаем максимальное количество добра и позитива. Пока. Bye-bye.